Председатель правления Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Наталья Рящина знает своих подопечных поименно. Здесь гостей с долгожданным подарком уже ждут. Открывай, Настя, это мы. В небольшом конверте большая помощь. Многоразовые маски, антисептик и несколько наборов перчаток. Анастасия Степина ухаживает за дочерью инвалидом и престарелой матерью. Ей защита необходима. Магазин, аптека, приходится все равно. У меня бабушка, она старше 60 лет, она не выходит. Ребенок, соответственно, тоже находится в зоне резкая, и он тоже, я его не беру никуда. Поэтому мне приходится одной, практически выходить на улицу. Поэтому это огромная помощь, спасибо большое. Дня не проходит, чтобы тех, кому особенно нужна помощь, не посещали общественники. Сегодня, кроме защитных средств, доставляли и продуктовые наборы. Мы вам, значит, овощей тут, помидорчиков. Ой, большое спасибо. И продуктов вам здесь. Ага. И все же главная цель сегодняшних визитов – раздача средств защиты. Их предоставил один из видновских предпринимателей. Поступили от Рымши Владислава Валерьевича дистинфицирующие наборы. Это маски, перчатки и гель. Значит, он дал обществу инвалидов и дал ассоциации. И вот ассоциация приняла решение все наборы отдать обществу инвалидов. Подобный визит – еще и повод обмолвиться словом с гостями, но сохраняя социальную дистанцию. Беречь себя надо. Надо, надо. Берегите себя. Не только себя, но и всех. Потому что зависит все от нас. Если мы будем контактировать, вот, например, в том же магазине люди, как хорошо подготовлены. Если каждый человек будет беречь себя и своих близких, сохранится все человечество. Совершенно правильно. Сопровождает руководителя ленинского общества инвалидов представитель казачества. В эти дни казаки выполняют и множество других функций. Было вербное воскресенье. У меня 8 человек стояли возле храмов по охране общественного порядка. Были у нас рейды и по советской улице, по советскому проезду. Микрорайон Купеленко мы даже захватили. И там мы проходили. Вот именно с такой вот объяснением ситуации в стране, вообще в мире. У Юрия Синичкина родители пенсионеры входят в группу риска. А потому соблюдают режим самоизоляции. Он в семье единственный, кто выходит из дома. Все это пригодится, потому что я работаю в дорсервисе. Вот. И все это, конечно, лишний раз и от заразы, и от всего это поможет, конечно. Подобная работа уже стала системной и проводится во взаимодействии различных организаций и служб муниципалитета. И самое главное, что мы сейчас все объединились. Это и администрация, и общественная палата, и депутаты наши, общественники, казаки видновские. Мы все вместе. Мы все стараемся помочь, кто в этом нуждается. Но я хочу обратиться к людям. Соблюдайте самоизоляцию. Сидите дома. А если вы в чем-то нуждаетесь, мы придем и поможем. Оставайтесь дома и в случае необходимости звоните на горячую линию администрации Ленинского городского округа. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин